я выбираю товар я вижу товар например что его можно в данный момент выставить ордер на скупку вот давайте наш пример брайда живой вот вернемся к тому патрону за 320 а продать вам можно за 1250 я например вставляю сразу сразу два ордера я одним ордером скупаю другим ордером сразу продаю цена потихонечку например растет это 320 потом будет 321 322 323 а цена на продажу будет сейчас 1250 потом 1249 1248 и вот эта разница между ними это моя маржа которую я зарабатываю и когда на эти вот две линии сужаются становится все ближе ближе к друг другу 320 стороны или поздно превратится в 500 1250 порано или поздно превратится в 700 и то есть маржа уже будет не составлять не как сейчас 900 а там 200 всего мне уже будто это все менее менее интереснее мне уже будет скорее интересно отметить от этих ордеров и заняться более интересным не вариантом ну я сейчас не учитываю моменты там оборотность как часто этот спрос там идет там ну и бла-бла-бла то есть на одной этой детали нельзя работать и оборотка реально нужно и расчет бюджет как похуй потом есть торговцы которые зарабатывают на перевозках так вот они не смотрят я куплю за 320 а продам за 1250 как этот патрон заработаю на этом 900 ни хрена не так он думает они смотрят объемом грузового пространства сколько стоит один метр кубический их трюма они меряют это кубами и вот у него кутру допустим на тысячу и он смотрит сможет заработать на одном кубе допустим 900 и он умножит этот один клуб на вот эти вот 900 на тысячу своих кубов и таким образом понимает сколько ему обойдется его поход почему именно так потому что вы можете выбрать товары на этом товаре будет написано что маржа у него например будет миллион а у другого товара будет написано что маржа у него лишь будет всего лишь 10 копеек но и новый например товар который будет миллион вы можете только одну единицу в свой трюм засунуть вы только один хребаный этот миллион и заработаете а с которого маржа 10 и казалось бы в разы меньше заработок таких он может поместить 100 миллионов в свой трюм. И вот это вот 10 умножить на 100 миллионов и вот получается действительно. Ему выгоднее другой товар. Поэтому они меряют трюмом, а не стоимостью товара, маржой и так далее. То же самое с тем, кто занимается курьеркой. Они смотрят стоимость трюма. Ну, соответственно, плюс маршрут и так далее. Не берут один, как правило, контракт и с ним там полететь. Завозите. Он смотрит, то есть маршрут. Он собирает определенное количество товаров, грузов вот этих. Он набивает свой трюм. Поэтому вот как он смотрит. Какой объем, возьмем, вот второй и третий. Там в одном миллион и во втором миллион. А, и, кстати, прыжки одинаково почти, да? В одном 18, в другом 20. Он смотрит, что один напротив доставка миллион и вторая доставка миллион. Расстояние одинаковое. Но один заказ требует 30 тысяч кубов его трюма, а другой 148 тысяч кубов трюма. И он просто вот берет, вот этот вот миллион делит на вот эти кубы. И таким образом он высчитывает, сколько один куб принесет ему денег. И тут само собой все становится сразу очевидно. То есть возьмем, какой из этих двух контрактов он выберет. Маршрут одинаковый. Тут не меньше кубов. Конечно, потому что в итоге то есть куб принесет ему больше денег.